И вот так, Георгий Алексеевич, у нас в топе, потому что знаю, что если нужен верный формат, верный вариант, крепкий художник, прекрасный, талантливый, то вот, пожалуйста, первым будем звонить всегда. Я хочу сказать, что, конечно же, вот это ваше невероятное умение, ничего страшного, говорить с нами, как художник на языке живописи, вашими картинами, оно самое, наверное, важное для нас, как для зрителей, не только в вашем учреждении, потому что каждая ваша работа, она позволяет либо подумать, поразмышлять, либо где-то просто насладиться. Мы вас очень любим, и еще раз поздравляю вас от лица Министерства культуры Красноярского края, от лица дома, мы вас очень любим, мы вас очень ценим и обнимаем, крепко, крепко. Спасибо. Да, обнимаем. Да, обнимаем. Так, это вдобавок, да? Министерство культуры. От Министерства культуры. Спасибо, наверное, приятно. Я вам вчера пригласили, не вернусь. Привет. Спасибо большое. Катя Владимирович не смог прийти, в силу большой занятости приходил Рукшикин Леонидович, который очень внимательно посмотрел высказку, просил передать низкий земной поклон Георгию Васильевичу Закову за его труд, за его творчество. К сожалению, у него в шесть часов лекции, он попросил его извинить, тем не менее, сказал, что он большой поклонник вашего товара Георгия Васильевича. Спасибо. Он мне вчера сказал, я как-то обязательно, ты мне пригласитель не дал, но я обязательно все нокриню. Он убежается, конечно. Наверное, когда министры уходят, они, наверное, думают, что их сразу забывают, но с именем Рукши связано очень много в деятельности всей нашей организации. Человек, который не просто ходил на выставки, он знал многих художников лично, как у них дела, как здоровье у них детей. Человек, конечно, который сделал очень много, даже включая то, что в крае узнается процесс закупок произведений изобразительного искусства для пополнения фонда в музее Красноярского края. С 14-го года существует эта программа, которая не может похвастаться ни один другой регион вообще. А это было, между прочим, одно из завоеваний той страны, в которой мы родились и жили очень долго. И преемственность, которая существует, конечно, это здорово, но есть такое ощущение, что не все самое лучшее из той эпохи смогли реализовать в нынешней эпохе. Но, тем не менее, я уже сказал, что на художников не действуют никакие санкции, эмбарго, падение рубля укрепления юаня, хотя с юанем, конечно, обидно. Это тоже большая страница в творчестве очень многих художников, не только Красноярска, до Урала очень плотно, ну и столица тоже как раз был объект пристального внимания наших друзей из Китайской Народной Республики, которые пишут, что очень скучают, в первую очередь, конечно, по Георгии Васильевичу Кузову, потому что вот для них тоже образец настоящего творческого созидательного процесса, который происходит в нашей стране. Я хотел попросить сказать несколько слов председателя творческой секции правления Красноярской организации Союза художников Сергея Фаростовского. Добрый вечер, уважаемые дарные депутаты. Добрый вечер. Во-первых, в словах своего письма хочу поздравить с юбилеем. Спасибо. Я хочу сделать тебе несколько замечаний в хорошем смысле и рассказать несколько секретов. Один из секретов заключается в том, что сзади у нас висят работы, написанные Георгием Васильевичем, в свой день рождения. Нормальные художники за два-три дня, за дня рождения начинают отмечать по-настоящему, выпивать, гулять, танцевать, в ночном клубе уходить. А Георгий Васильевич в день рождения идет, честно, на природу, пишет снатуры. Я думаю, что у вас, Георгий Васильевич, не 20, а все 70. Более того, мы несколько раз Георгием Васильевичем живем в Китае в одной комнате. И Георгий Васильевич такой человек, на которого можно положиться. И он с первых же дней начинал становиться у нас бригадиром. Мы всегда были обеспечены чаем, мы всегда были обеспечены всем необходимым. И всяческими мелочами, на которые китайские наши товарищи не обращали внимания. Георгий Васильевич все замечал, все исправлял, выдавливал с китайцем, как положено. И поэтому будет спокойно. Кроме того, с точки зрения профессионализма, Георгий Васильевич очень заопредательный. Мы делали однажды роспись 18 метров длина и 9 метров высота. И там нужно было рисовать кусты на переднем плане. Размером полтора метра. Где он был погибнем на этом баллонке? Георгий Васильевич пошел в лес, наломал какой-то веник. Нет, веник был бамбуковый. Бамбуковый веник. Налил краски, взял этот бамбуковый веник и он этот баллонник сделал за два дня. Я думаю, красава. Я бы не догадался наломать веток, отхлестать нижнюю часть этой росписи. Потом нарисовать цветочки. Думаю, какой красавчик. Второй случай. Они нам заказывают большую длинную картину размером 7 метров. Мы ее пишем, 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 пишем. А Георгий Васильевич здесь маяцкий, красавецкий. И вдруг у нас китайцы, нас, мастеров, отстраняют и говорят, срочно вызываем кузакову. Платим любые деньги. И он чуть ли не на такси прилетел и исправил все наше безобразие. Георгий Васильевич, спасибо тебе за человечность, за мудрость и за мастерство. За бабу. За бабу. Очень большой период своей жизни Георгий Васильевич, конечно, отдал преподавание. И сегодня День Учителя. И хочется еще вдобавок поздравить и с Днем Рождения, и с Днем Учителя. Потому что это отдельное направление в жизни, это отдельный труд, еще большая ответственность, когда ты не только за себя отвечаешь, а за тех, кого ты учишь ум, разуму и секреты мастерства. Конечно, два в одном – это просто малая часть того, что в нем на самом деле есть. Поэтому с Днем Учителя, Георгий Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, мы скоро не будем граничить, это будет район. А он уже в связи с саморайоном, в принципе. Я тоже. Красноярск – это как раз пристройка к Днем Учителя. Потому что, когда спрашивают, где Красноярск Агресс, вы сами знаете, где он находится. Не в Красноярске. Дорогие друзья, вы правильно сказали, сегодня замечательный день, День Учителя. Я поздравляю всех, кто сегодня в этом зале есть и знает, какой это труд прекрасный. Я сама учитель. Ну, в прошлом, конечно. А сейчас руководитель культуры города. Тем не менее, мы с Георгием Васильевичем очень давно друг друга знаем. Это очень ценно. То, что Георгий Васильевич наш первый руководитель детской художественной школы имени Гензача Шкалевича. Еще раз хочу подчеркнуть, это одна из лучших школ Красноярского края. Наша художественная школа. У нас замечательная ряда художников в городе. 12 членов Союза художников России. Но единственный дивногорец, который носит звание, заслуженный художник Российской Федерации. Вот он перед вами. Я знаю, что художников много, вы знаете, как это трудно и какой это тяжелый труд. И какие интересные нужно было серьезные проекты разработать, воплотить в жизнь. Я знаю, сколько времени, сил, жизни вы посвятили и афганской теме, и какие мы видели выставки. До сих пор я помню восхищение, как цветные сны. Такого подобного никто нас не смог представить. Я хочу вам вручить благодаря своему письму городу города Демногорска Сергею Ивановичу в отпуске. Он мне делегирован за большой личный вклад в развитие художественного творчества на территории городского украинского города Демногорска. С юбилеем вашим, пожалуйста, возьмите. Я вам надпись, спасибо, с юбилеем. Я так не хотела. Осталось, и вот эти вам замечательные цветы. Хочу сказать о том, что у нас впереди еще Демногорска выставки, в городском музее выставка. Обязательно у нас в этом году юбилей художественной школы. В декабре мы будем отмечать 45 лет нашей школе. Поэтому мы там будем делать выставку первого директора и лучших победителей, скажем, наших ребятишек в художественной школе. Ну, сейчас не позволяет время, чтобы всех вас пригласить. Но я думаю, все равно приезжайте в наш Демный город. Вы еще раз посмотрите, и то ли будет здесь с нашими красотами и выставкой нашего юбилея. Но я хочу вам пожелать, вот мой друг, очень большой друг Чубченко Владимир Ефремович, он всегда говорил, вот надо, чтобы был кураж. Вот чтобы кураж был тогда или нет, какое-то вот желание что-то творить. И пусть он у вас будет всегда. Пусть вот эта галерея, которую мы сегодня видим, она все время рождалась, да, в дни рождения. Пусть она приумножается с каждым годом, и пусть она нас радует, да, в дни рождения. Вот. Понятно? На весь знал, чтобы он был на юбилея. Поздравляю вас у всех. Спасибо. Поздравляю вас. Собственность, это нажды нас, конечно. Поздравляю вас. В результате боевых действий, в которых принимали участие российские солдаты, его проекты, его многолетняя дружба с афганцами, это отдельная тема, это отдельная может быть такая, с одной стороны, и более, с другой стороны, возможность увековечить эту память, о которой мы никогда не должны забывать. Пожалуйста, успех. У нас есть рот, но там еще, да. Проходите все. А фотографировать кто будет? А мы поднимаем, да? Ладно. Мы в одежде что-то. Мы поддержим. Георгий Васильевич, наш большой друг, действуют ребята, которые прошли горячие сочки, прошли Афганистан, выжили и сегодня молодцы и успешны здесь. И я еще представляю организацию семей погибших, защитников Отечества, с которыми тоже Георгий Васильевич дружит. И мы бесконечно благодарны ему за то, что он увековечил многие портреты наших погибших ребят, что он много внимания, много сил творческих посвятил афганской теме. Мы очень любим вас и очень дорожим дружбой с вами, Георгий Васильевич. Позвольте зачитать благодарственное письмо от Гражданской Ассамблеи Красноярского края. За вклад в патриотическое воспитание молодежи. За активную деятельность по оказанию помощи ветеранам, инвалидам и членам семьи погибших. Укрепление ветеранской дружбы и развитие ветеранского движения. Желаем вам, Георгий Васильевич, творить еще много-много лет и дружить с нами. Спасибо. Спасибо. Если отразить, спасибо ветеранам Афганистана. Одна только что, выставка, с вами есть. Хочу вспомнить, что в 2012 году открывали музей, который у нас вроде, как сказать, споевой. И там была, как раз ваша выставка, она там несколько стояла. Как раз ребята-ребятишки приходили и смотрели, что они прекрасно освещались и понимали то, что там было. Эту выставку посмотрели, 3 миллиона человек. Она проехала от Кызылова, наверное, даже дальше туда. В общем, от Байкала и до Тюмень, за Тюмень, там Волгограде было. Вот мы катались. Поэтому вам благодарственное письмо за движение ветеранское. Вы поддерживаете, что мы всегда рядом. И это ветеранское движение всегда с вами. Здоровья вам. Спасибо. Буду стараться. А когда я не у вас... Понял. Я хочу присоединиться к словам своих коллег. И отсидя сказать. Палата ветеранских организаций и туда входящие ветеранские организации поздравляют Георгия Владимировича с юбилейной даты. Желаю ему крепкого-крепкого здоровья, долгих творческих успехов. Ну, совместная работа с ветеранами. Это, я считаю, самый позитив для него и для нас всех. Спасибо им огромное за его пользу. Хочу сказать, что первая конференция, помнишь, матерей продукции, первая? Четвертая, это архитектурная художница. У меня в мастерской. Тогда родилась организация, и первое заседание было. Как раз так. Еще маленький такой. Секрет такой. 90-й год. Ну, тут уж в прошлый век, когда в соседнем зале открылась мистика «Воль, Бояр, Бенистар». Три книга. Грубые. Ну, наши все знают, и многие в Панике. А, да. Потом эта выставка из этого маленького-маленького зала медленно-медленно перекочевала в музей Ленина. И стала называться, да, «Воль, Бояр, Бенистар». Уже там спустя ту-ту-ту-ту десяток лет, наверное, когда Чечня началась уже, эта выставка стала называться «Затяжной прыжок». И там такой огромный зала. Вот. Вот это вот. С одной картины на его музей. Да. Вот этот вот человек, вот это все от Чечучка. Спасибо. Ну что же. Спасибо большое. Здравствуйте, Георгий Васильевич. Я просто зритель и поздорница вашего таланта. И поэтому говорите вы тоже просто как зритель. Я хочу сказать, что ваши картины, они не оставляют равнодушку. И вот, глядя на ваши работы, в каждой находишь что-то свое. Но, глядя на одни работы, они удорачивают свою психику. Другие работы, бывают какие-то воспоминания. Но я говорю, ни одна из ваших работ не проходит мимо. И в каждой работе находится вот именно то, что понятно исключительно только тебе. Более того, на некоторые работы со временем смотришь по-разному. И потом прокручивая в памяти эту работу. Например, когда я увидела в ОБДЦ Сибири вашу работу, посвященную Неповеду вашему солдату, я изначально не поняла этого, потом долго думала, анализировала. И вы знаете, я посмотрела совершенно иными глазами. И эта работа у меня в памяти. Я хочу пожелать вам, вам и вашему близкому, крепкого здоровья. Это все-таки я считаю самое главное. Долгих лет, долгих творческих лет. И неистекаемого, неистекаемого трудолюбия, которое вам несуще, и новых идей. Я очень горжусь на помощь с вами. Спасибо. Ну, надо как-то отчитаться, сделать какую-то выставку, поделиться впечатлениями, рассказать что-то. Что-то за это время, такой большой срок, что ты любил. Ну и, думаю, ладно, буду делать. Получится, не получится, но знаешь, надо. Это легко. Вот это есть цель, к которой ты идешь отчет твоими друзьями, земляками. И я вот, как бы, решил, что надо показать, из чего складывается миг. Ну, из тысячи мгновений складывается. И вот эти мгновения художник, он всегда оставляет на холсте, на картоне, в рисунках. То есть эти мгновения, они застывают и остаются уже навсегда. И живут потом, там, триста, сто, пятьсот лет. Ну, знаем, по истории, как бы, по истории, посмотрят. Ведь ведь живет мир. Я думаю, сделаю-ка я вот эти мгновения. Много лет, много мгновений. Ну, вот такую выставку небольшую. Ну, вот эти сами здесь нечаянно. Вот эту работу, я ее нашел, но не закончена. Вот я ее только в воскресенье увидел. Она, кстати, в Древнагорске, там где-то еще там что-то было. Ну, по крайней мере, я вот ее сейчас закончу, отреставирую, и она будет жить дальше. Ну, такие чудеса бывают. Я очень благодарен всем, кто пришел, потому что для художника открытие выставки, когда приходят зрители, это всегда праздник, это же спор, это, ну, и почетно, и ответственно, я бы сказал. Ей же надо отвечать за что. И там, где стоит пооформление подписано на работе, значит, она закончена, и я за нее отвечаю. Вот эта серия, вот это мне было 65 лет. Девчонки, помните, я ее привез, повесил, и она воняла там, как сказать, ну, недолго высохла, и там есть 50 лет, и так же. Ну, кто-то почитает, потом, может быть, последует, или что-то. Вот жизнь, она идет, меняется, а у тебя меняются задачи, меняется настроение. Но ты все равно пытайся, ну, двигаться вперед, что-то делать для того, чтобы, ну, просто жить. Потому что работа, движение, это и жизнь. Ну, объезды, вот с выставками объезды, ну, можно сказать, всю Россию. И передвижные выставки объезды, объезды, базы. Ну, вот, выставка состоялась, я думаю, и она, наверное, вот поедет в Девногорск. А может быть, сегодня ничего, весь коллектив музеев Зачинска звонит. Так трудительно, так они там поздравляли, желали там успехов и прочее. Я говорю, ну, может быть, к вам придется звонить. Да мы сюда, мы даже транспорт дадим. Мы даже транспорт дадим. Даже бензин. Да, ну, или бензин там оплатят, солярка у меня. Я здесь давал недавно выставку цветместной, Федимоновой. Вы знаете, вот, ну, это в Батканском такая есть деревья, ну, поселок, деревья. Я там не был сам. Мы приезде ехали, забрали работы, повесили там, они рассказали, там, они, ну, в интернете нашли, вот, цветместный. Ну, со мной рассчитались по-человечески все. Десять баллов сгущенки. Вы где они? Ну, извините, надо было раньше приходить, да. Где? Где? Но там приехали из Канской, из музея туда. И увидели эту выставку. Ой, так у нас же есть там его работа, там. Я писал портрет Анели Живой, ну, там, жанровую картину. Полячка, которая жила там у них, и она была героем. Портем, да. Героем. Первая иностранка, герой Советского Союза. Анели Живой, как сейчас. Они говорят, ну, давай, ну, иди везу. А он говорит, вы потом ему отвезете? Не, у нас денег нет. И вот как возить выставки, как туда двигаться, как-то. Вот это проблема, которая тогда-то не была. Тогда был лозунг «Превратим себе в край высоких культур». Да? Был такой лозунг, если кто помнит. И Павел Стефанович и Денисов, если не ошибаюсь. И тогда открывалась как раз художественная школа. И на этой школе он прямо так дома написал. «Превратим Сибирь в край высоких культуры». И мы все работали и знали. И мы делали выставку, в том числе, и сейчас другие города, это же Организоны, делали краевую выставку. Брал, ехал, 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 ехал. Это было интересно, это было здорово. Это на съезде было, а потом на местах. Но главное, что было. Главное, что было. А теперь-то мы двигаться не можем. Вот куда делась, вопрос. Вот куда делась, пропала. Пропала. Конечно, что-то я отвлекся, сейчас лекцию прочитаю, я болтун такой вообще. Ну, в общем, да, в общем, да. Десять банок сверху нет. Десять банок сверху нет. Ну, я и на концерт музыки живой слушаю. Ты про все забываешь и чистый слушай. Вся эта вот твоя повседневка, она... И так же на выставке, когда человек ходит, он забывает про все. И я считаю, что если вот... Каждому зрителю понравится одна только картинка вот со всеми. То выставка состоялась. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.